организация биржевой торговли в мире и я бы так сказал то как на текущий момент сегодня будет работает финансовые и фондовые рынки соответственно постараюсь вначале в двух словах рассказать основные принципы что такое биржи и порядок биржевой торговли и участники этого процесса ну постараюсь это сделать попроще и перейти уже к текущей инфраструктуре и специфики работы в мире соответственно что такое биржи биржи это некий аналог рынка да на который люди приходят чтобы купить что-то ненужное или продать что-то ненужное и соответственно на этом рынке да то есть одесса это хороший показатель в одессе есть привоз вот и соответственно там точно также есть покупатели продавцы и фактически рынок это и есть биржа и те продавцы которые стоят за прилавком это для биржи это брокеры так называемые профессиональные участники которые с помощью которых осуществляется торговля непосредственно на рынке да на бирже ну и соответственно все остальные кто приходят да на этот рынок как мы с вами покупать чего-либо на привозе да соответственно клиенты приходят и обращаются брокерам для того чтобы купить или продать какой-либо актив помимо всего прочего есть особенность биржи она заключается в том что биржа это все-таки инструмент который позволяет гарантировать и биржа гарантирует поставки и товара работа услуг или соответственно расчеты я бы так это сказал то есть биржа гарантирует то что будет поставлены допустим с одной стороны акции с другой стороны будут поставлены деньги счет оплаты этих акций биржи на самом деле бывают разные они бывают раньше они их было очень много да то есть это были товарные биржи на которых соответственно торговались какие-либо товары это были там фондовые биржи это валютные биржи это биржи так называемые фьючерсные акционы это рынки срочно биржи срочного рынка ну и в принципе я бы так сказал наверное вот так глобально и это все единственный момент еще очень важный то что вы на бирже любой продукт на которой осуществляется торговля он жестко стандартизирован он стандартизирован по объему там по по виду этого актива да то есть там что да предположим если это товар то это вот допустим никель такого-то сорта да в таких-то чушках да и соответственно такого-то веса и четко указывается там если это поставка физического товара то есть место поставки да там порт роттердама там кушинга или так далее да соответственно вот с точки зрения инфраструктуры да что такое себя представляет бирже ну наверное это все то есть сказать что есть кто-то там еще дополнительно ну наверное больше особо нет есть еще так называемые маркет-мейкеры это те брокеры которые фиксируют так называемый спред то есть они котируют конкретный инструмент одновременно выставляя заявки на покупку и продажу да то есть тем самым поддерживая ликвидность рынка и любой момент там любой из покупателей продавцов может соответственно продать товар или ценную бумагу еще раз как я говорил то что так исторически сложилось что все-таки биржи пошли от простых рынков и соответственно все начиналось больше с товарных рынков и соответственно изначально торговали в основном товарами это мясо молоко птица там пшено рис там что угодно да чай кофе с тех пор как это все начиналось у нас соответственно все равно сохранилась биржевая торговля на такие товарные группы как кофе действительно сахар мясо и молоко соя вот но основном биржи очень сильно поменялись точки зрения предназначения если все таки раньше это было основной момент и основное предназначение биржи это встречи покупателей продавцов за товаром то сейчас это я бы так сказал основное предназначение дополнительно основное стало предназначение, и это так называемое привлечение, когда компания привлекает капитал. А именно, когда компания какая-либо идет на биржу, и она, соответственно, проходит листинг на этой бирже, и она начинает котироваться на этой бирже, соответственно, эта компания, допустим, хочет развиваться. Развиваться, ей необходимы деньги для того, чтобы продолжить свое активное развитие. И для этого компания может пойти двумя путями. Первое – это пойти и занять на рынке, и, соответственно, таким образом решить эту проблему развития. А второй вариант – это, соответственно, выпустить акции, и тем самым пригласить других участников рынка, разделить с этой компанией риски, но в то же время получить возможные большие прибыли от этого бизнеса. Это так называемая процедура IPO. Это когда компании размещают акции, дополнительные выпуски, и, соответственно, инвесторы покупают эти акции, становятся акционерами, и, соответственно, эти деньги используются для дальнейшего развития компании, и, так скажем, компания продолжает работу. То есть биржа в данном случае является источником пополнения капитала, источником фактически капитала для компании. И сейчас это становится одна из наиболее, так скажем, сильно развивающихся тем. И я бы так сказал, вы наверняка все слышали различные варианты размещения, IPO, СТО. Не буду вдаваться подробностей. Основной способ привлечения – это IPO, первичное размещение ценной бумаги. И, соответственно, именно за счет IPO компания привлекает акционерный капитал, который впоследствии она может пускать на развитие бизнеса. Соответственно, в принципе, наверное, из инфраструктуры, что я хотел сказать, и из истории развития, наверное, это все. И давайте мы посмотрим, как говорится, что из себя сейчас представляет мировой фондовый рынок, какие сейчас есть биржи, их функционал, как происходит процесс международной торговли. И, может быть, в какой-то степени, потому как в последнее время рынки очень сильно меняются, я имею в виду и экономики мировые, то есть меняются лидеры, и, соответственно, меняются центры так называемой международной торговли и вообще мировые финансовые центры. Поэтому мы как бы возьмем немножко следующим образом. Мы пойдем от лидера нашего, то есть как бы текущего, потому что все в мире меняется, то есть как бы сегодня это лидеры, завтра это может быть не совсем. Мы пойдем от США и разбирать рынки, и потихонечку сместимся в сторону Азии и рассмотрим все площадки, которые являются значимыми и интересными, имеют свои некие особенности. Я с вами сейчас поделюсь, наверное, экраном. Видно, да? Думаю. Соответственно, мы видим так называемый график, не график, а слайд, на котором изображены мировые центры биржевой торговли. Первое, что мы будем рассматривать, это, соответственно, Нью-Йорк, вернее, США. И там в свое время было два центра биржевой торговли, такие основные. Это Чикаго и Нью-Йорк. Причем, я бы так сказал, изначально, конечно, Нью-Йоркская фондовая биржа – это была основа всего, и там происходили все торги, все значимые события. Но в Чикаго было очень интересно с точки зрения того, что Чикаго развивалась электронно намного быстрее и эффективнее, нежели Нью-Йорк. Потому что, ну, когда у тебя все хорошо, ты развиваешься намного медленнее, чем тогда, когда у тебя плохо и, соответственно, вернее, хуже. То есть у тебя есть больше стимулов для того, чтобы развиваться. И Чикаго развивалась достаточно очень серьезно и, я бы так сказал, активно. И там существовало две биржи основные. Это так называемая чикагская биржа CME, на которой торговались в основном как раз сельскохозяйственные продукты. И, соответственно, я бы так сказал, чем дальше развивалась торговля, тем, соответственно, все больше специфика этой биржи менялась. В 1972 году они уже запустили торги на валюты. И уже торговалось там первые семь валютных пар. В 1992 году биржа запустила электронные торги и посменила название, она начала называться Globox. И, соответственно, вот реально с 1992 года биржа очень активно развивается с точки зрения, я бы так сказал, своего инфраструктурно и с точки зрения электронной торговли. То есть вот реально там происходили очень большое количество именно сделок срочного рынка, то есть так называемые фьючерсы-опционы. В двух словах, что такое фьючерсы? Фьючерсы – это сделки, заключенные в текущем моменте времени, но подразумевающие оплату и поставку товара через какое-то время. Соответственно, фьючерсы на бирже – это стандартизированный контракт, который предусматривает, что в определенный момент времени, предположим, 15 декабря, вы обязаны поставить, предположим, на терминал в Кушинге сотню тысяч баррелей нефти по такой-то цене. Соответственно, вы обязаны пригнать туда танкер, выгрузить туда нефть, и вам заплатят деньги. Тем самым вы кеджируете свои риски, то есть купив или продав товар в конкретный момент, вы, соответственно, точно знаете, что вы там через три месяца его поставите и получите те деньги, которые вы рассчитывали получить, когда вы этот товар добывали, я бы так это сказал. Вот. Соответственно, вторая биржа, которая там была – это Чикагская тоже товарная биржа. Она, соответственно, называлась Сибот. И я бы так сказал, там потихонечку происходила интеграция из, опять же-таки, сельскохозяйственных товаров в область больше металлов. И они, соответственно, там все больше и больше становились биржи, которые специализируются на торговле металлами именно в американском регионе. И в 2007 году обе биржи объединились под единым брендом, они стали называться «Семье». И, соответственно, уже, я бы так сказал, они настолько активно развивались, что уже там в 2008 году, да, то есть как бы они приобрели еще и «Намикс», это Нью-Йоркская товарная биржа. Она, кстати, была не очень большой, и, соответственно, она была интересна с точки зрения того, что в Нью-Йорке торговались очень активно, опять же-таки, металлы и контракты на энергоносители. И «Комикс», который принадлежал «Намикс». И, соответственно, купив «Намикс», они тем самым получали контроль над «Комикс». И в этот момент они стали биржей номер один по срочному рынку США, и, я бы так сказал, вообще всей Северной Америки. И, соответственно, в том виде они какое-то время и существовали, да, то есть без изменений. Я бы так сказал, в 2000 у нас вместимся чуть-чуть в Нью-Йорк, да, то есть как бы мы получили того, что мы имеем некий Чикаго, который, соответственно, у нас является центром так называемой срочной торговли, причем этот центр срочной торговли именно специализируется на больше электронной торговли. И это очень важно, потому что электронная торговля в мире вообще, да, начала активно там где-то с 2000-х годов. И, соответственно, вот то, чего делали Чикаго, они это делали намного раньше, то есть и они были в этом плане пионерами и лучшими на тот момент. Вот, ну и, соответственно, переходим в славный город Нью-Йорк. В Нью-Йорке это было центром биржевой торговли в США. И, конечно, Нью-Йоркская фондовая биржа, так скажем, был и есть центр торговли в мире. И, соответственно, я не буду рассказывать про историю, скажу об основных каких-то моментах. То есть, как бы в 2006 году Найс поглощает биржу архипевага Холдинс, которая была паблик компанией, и тем самым, соответственно, Найс становится публичной компанией. Фактически, это один из первых прообразов, так называемая у нас сейчас модная вещь, называется спаки. Что такое спак? Спак – это некая компания, собирательное название компании, которая прошла листинг на бирже, и которая цель создания этой компании, прохождение листинга на этой бирже, является то, что через какое-то время какая-либо из компаний, которая захочет очень, так как эта процедура небыстрая, затратная и требует достаточного времени и соблюдения определенных правил, соответственно, для того, чтобы избежать этого и сделать это быстро и в течение месяца появиться на бирже, можно купить такой спак, так называемый, и, соответственно, вы уже листингованная компания на бирже. Ну вот, соответственно, так вот Нью-Йоркская фондовая биржа фактически тоже, используя спак, стала, так скажем, котироваться на бирже, стала паблик компанией. Но, конечно, это не совсем, вот как я говорю, почему, потому что все-таки у этой компании была еще электронная платформа, ради нее тоже все-таки покупали, и эта электронная платформа стала той платформой, на основе которой стали торговать уже и электронно на Нью-Йоркской фондовой бирже. И, соответственно, дальше, вообще весь 2000-2000-е годы биржевая инфраструктура развивалась не активно, а суперактивно, шли огромные поглощения. И, соответственно, одним из лидеров их, это были как раз американские компании, вот, и эти американские компании, американские биржи, да, то есть как бы очень активно укрупнялись, тем самым расширяя спектр возможностей торговли именно мировой, да, то есть в те времена, даже, вот, пожалуйста, 2000-е годы, я имею в виду, 2095-й год, 2005-й год, вы не могли торговать одновременно, как сейчас, с одного терминала, во всей точке, в любой точке мира, да, то есть и торговать, соответственно, одновременно на биржах Европы, Азии, Америки, да, то есть вы должны были открыть брокерский счет именно у брокера, который исключительно, я бы так сказал, исключительно, имеется счет на конкретной бирже, да, и, соответственно, сейчас, одну секундочку, а, вот мне подсказывают у нас... Да, Сергей, вы специально отключили демонстрацию экрана или... Нет, 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 это вот случайно, то есть что там... Возвращайте, вы так интересно рассказывали, мы не могли вас прервать, возвращайте демонстрацию. А там особо ничего нету, если честно, ну, давайте я верну вам экран, да, вот, соответственно, в Нью-Йорке, Нью-Йоркская фондовая биржа в 2007 году начинает активное приобретение в Европе. В Европе в те времена, то есть как бы каждая страна, у нас Евросоюз только-только образовался, да, то есть как бы и каждая страна имела собственную биржу, да, там, Парижская фондовая биржа, там, соответственно, Лондонская фондовая биржа, Мандрид, Лиссабон, там, каждая столица имела себе по бирже. Честно могу сказать, это достаточно затратная все-таки штука по содержанию, и в Европе начинает активный процесс консолидации к этому времени. И в 2007 году по инициативе Парижской биржи было произведено объединение бирж Центральной Европы, которые присоединились к Амстердамской бирже, к Брюссельской бирже, и они, соответственно, в 2001 году образовали так называемый конгломерат под названием Euronext. И, помимо всего прочего, они в 2001 году приобретают, в Лондоне и в Европе тоже все-таки торговались фьючерсы, об этом чуть попозже, и они приобретают лондонскую международную биржу финансов, фьючерсов и опционов LIV в 2003 году. И всю торговлю опционы, которые были разрознены на этих биржах, они переводят на эту платформу. И в 2002 году они еще там докупили португальскую фондовую биржу. И вот это вот все в 2007 году выкупает себе Nice. И совместно это становится называться Nice Euronext. То есть Нью-Йоркская фондовая биржа приобрела достаточно существенную долю европейских игроков. Помимо всего прочего, в Нью-Йорке существовала еще и существует еще одна крупнейшая биржа под названием NASDAQ. То есть NASDAQ образовывался немножко по-другому. Он образовывался за счет того, что это было так называемое объединение брокеров, которые не являлись биржевыми брокерами. Сейчас вспомню. В начале века, соответственно, все брокеры были либо приписаны к биржам и торговали непосредственно на бирже, либо это были так называемые брокеры, которые не состояли членами, потому что держать место на бирже – дорогое занятие. Поэтому эти брокеры, так называемые уличные, они торговали вне зданий бирж, рядом с биржами, в кафе. И, соответственно, в ближайших заведениях происходили так называемые внебиржевые торги. И это достаточно были большие объемы торгов и потребовало регуляции. И уже в 1938 году был такой закон мелования, суть которого заключалась, что все брокеры, не являющимися членами бирж, должны были объединиться в так называемую саморегулируемую организацию, которая отвечала за регулирование так называемого внебиржевого рынка. И, соответственно, все оставшиеся брокеры вошли в эту ассоциацию, и потихонечку объемы росли, эта ассоциация активно развивалась, и в результате она стала биржей. В 1971 году они сделали систему электронной торговли, точно так же, с помощью которой осуществлялись торги. И с учетом того, что данная компания, то есть если NICE – это чисто нормальные ребята, которые занимаются большими компаниями, серьезными деньгами, то здесь это были компании так называемые молодые, условия листинга были достаточно мягкие, и, соответственно, капитализация этих компаний была крайне низкая, и фактически чуть ли не любой мог листинговать эту компанию на тогдашнем NASDAQ. И именно поэтому исторически так сложилось, что NASDAQ привлекал к себе компании так называемой новой экономики, то есть это компания высокотехнологичная. То есть когда был 2008 год, кризис, так называемый кризис доткомов, когда ситуация, когда, я не знаю, простая будка с набором проводов продавалась уже за миллиард долларов или там за сотни миллионов долларов, и у людей было, то есть экономика была настолько перегрета, что это привело к масштабному системному кризису, да, и здесь вот основные компании, которые пострадали в этом, это были компании, обращающиеся на NASDAQ. Но, соответственно, биржа, будучи также электронной, также активно очень развивалась, и точно так же в это же время, как и NASDAQ, как и NICE, активно расширялась. И, соответственно, они тоже полезли в Европу, и они купили так называемый скандинавский пул. То есть это была компания OMX, которая объединяла в себе, я бы так сказал, компании скандинавского региона, это, ну, я бы так сказал, вот вся Прибалтика, это Вильнюс, Рига, это Исландия, это Копенгаген, это Швеция, это Финляндия. И, как ни странно, еще одна, чисто скандинавские пацаны, Армения. Как Армения попала сюда, я не знаю, но попали. То есть горячие скандинавские парни стали, как говорится, также членами этой консорциума. Вот, соответственно, NASDAQ это все купил, очень так серьезно их модернизировал, и сейчас это на общей платформе фактически там все это торгуется. То есть в итоге мы получили то, что в результате экспансии Европа, я сейчас скажу еще основных игроков в Европе, на самом деле их там не так уж и много, это еще Германия, у которой существует Deutsche Börst, и, соответственно, Лондон, где были две биржи, да, и, соответственно, и все остальное фактически купили американцы. Вот, наверное, так скажем, если так, ну это грубо, то есть там есть островки независимости в виде Мадрида, то есть, опять же, такие Бенская биржи, там Польша, но они настолько маленькие, что, ну, и компании, которые там обращаются, что и замечать их, ну, нет смысла. Вот, соответственно, перейдем уже более, так скажем, в европейскую часть, да, перешел бы я, наверное, в Лондон. Лондон, исторически так сложилось, это был всегда центр международной торговли. Почему? Потому что Лондон обладал огромной, так скажем, империей с точки зрения колоний, и, соответственно, все товары колониальные привозились туда, и, соответственно, торговля активно развивалась, и именно поэтому там образовались достаточно серьезные, исторически сложившись, финансовые центры. И здесь есть два основных биржи. Это так называемая LCE, это London Stock Exchange, и вторая – это LME, это Лондонская биржа металлов. И вот я бы остановился на Лондонской бирже металлов, потому что, на самом деле, вся торговля металлами до сих пор происходит здесь, до сих пор она происходит очень по старинке, то есть как в старые добрые времена, там есть всего 12 участников. Как ни странно, среди них не так много производителей, я бы сказал, что их там фактически нет, в основном это банки, которые и торгуют этими металлами, которые, вот их 12 человек, они садятся друг напротив друга, так называемый ринг, и смотря друг в друга в глаза в течение трех часов, значит, выкрикивая цены, то есть по старинке торгуют, торгуют, вот, то есть это до сих пор так и происходит. Конечно, существует электронная часть торгов, и здесь все происходит уже по стандарту, но оно имеется в виду по текущим стандартам, через DMA-платформы, но все равно, все равно, конечно, так скажем, вот этот вот такой раритет, сохранившийся, он фактически один такой. Вот, давайте, раз уж я по поводу лондонской биржи металлов начал, там, на самом деле, происходит торговля всеми основными биржевыми металлами, это цинк, олова, я не знаю, там, никель, медь, свинец, вот, все это все там. Там происходит торговля физическими металлами, которые осуществляются в поставке в порты, и у биржи существует три основных региона поставки, это в Европе, это Генуэр, Роттердам, это Антверпен, Гамбург, соответственно, в Азии, это в Японии, в Сингапуре, и, соответственно, третья там основная точка – это Штаты. Соответственно, там все фьючерсы, все опционы – это все поставочные темы. Где-то, сейчас скажу, я уже забыл, ее, на самом деле, по-моему, ее активно начали пытаться покупать, и Гонконг, Гонконгская биржа все-таки ее купила, то есть теперь это принадлежит Гонконгу. Чуть позже я что-то, честно могу сказать, подзабыл, я скажу, причем это не так давно, а во 2012 году Гонконгская биржа приобрела как раз ее, то есть китайцы начали тоже активно заниматься экспансией. Вторая биржа, о которой я начал говорить, это Лондонская фондовая биржа. Она, соответственно, являлась основной биржей в течение длительного срока времени, и на этой бирже очень много было так называемых АДР. Что такое АДР? Это инструмент, который позволял иностранным имитентам, ну вот, предположим, какой-либо компания из Америки или, допустим, из Гонконга, взять и пройти листинг. Они же не могут пройти листинг, потому что страна регистрации у них другая совершенно. И для того, чтобы пройти листинг, то есть они, соответственно, выпускали некий такой производный инструмент, когда у банка какого-либо депозитария депонировались акции имитента, предположим, там, я не знаю, какой-нибудь Чайна Петролем, и, соответственно, это Чайна Петролем отдавала акции свои какой-то британскому банку, который, соответственно, на эти акции выпускал так называемые депозитарные расписки, которые регистрировались непосредственно в Лондоне. И эти депозитарные расписки уже обращались на лондонской бирже. Точно такой же инструмент был реализован и в Нью-Йорке на Найс. И, соответственно, благодаря этому инструменту сейчас многие компании, которые имеют изначальную регистрацию совершенно в других странах, обращаются на тех или иных биржах, которые, так скажем, находятся совершенно в другом регионе. В качестве примера могу вам сказать, что если раньше более 50% всех имитентов иностранных обращалось в Лондоне, то теперь этот вектор настолько сильно поменялся, что сейчас, конечно, основные, так скажем, АДР выпускают в основном США. То есть это либо NASDAQ, либо Найс. То есть объем и интерес торговли на американском рынке он там на порядок выше. Объясню потом почему. Соответственно, вот лондонскую биржу пытались покупать многие. Была попытка объединения лондонской фондовой биржи с Deutsche Börse, с франкфуртской биржи, но антимонопольные регуляторы это запретили, европейские. И, конечно, попытку купить лондонскую биржу и очень пытались и старались товарищи, как это сказать, из Китая. Гонконгская биржа пыталась так же купить, но, к сожалению, так же не получилось. Пока, может быть. Думаю, что и не получится. Дальше следующим центром таким в Европе по биржевой торговле – это, конечно, Германия. Здесь немного все попроще. Немцы, ребята, основательные, стабильные. Вот мы сделали Deutsche Börse. Вот она, франкфуртская фондовая биржа, как была, так и есть. На ней торгуется достаточно большой объем имитентов. Они попытались сделать активную биржевую торговлю бандами. Это облигациями. Я вам могу сказать одно то, что рынок, так скажем, рынок акций, он, безусловно, торгует в основном именно биржевой инструмент, который будет обращаться на биржу. К сожалению, рынок облигаций на практике, несмотря на то, что многие биржи активно торгуют этим инструментом, на практике это не так. Там низкая очень ликвидность. Основные все торги облигациями происходят на так называемый рынок OTC. Это имеется в виду внебиржевой рынок. И, соответственно, вся торговля происходит через брокеров. Тоже чуть попозже расскажу. Но вот немцы попытались, по крайней мере, что-то реализовать. Но вот с Market Makers там все не очень хорошо. И до сих пор это достаточно низко ликвидные инструменты, которые, к сожалению, не рабочие. Также немцы попытались, они купили вместе с швейцарцами, они сделали компанию, точнее биржу Eurex. Это крупнейший оператор в Европе фьючерсов, опционов. Он принадлежит Deutsche Börse. И здесь получилась та же тема. К сожалению, объем зарегистрированных инструментов, он достаточно обширен. Но реальных торгов, реально очень небольшой объем инструментов торгуется на Eurex. Хотя вроде покрывает большой объем. Наверное, Deutsche Börse является одной из крупнейших бирж. То есть все-таки не зря у нас там все-таки мировые финансовые центры это Lone Frankfurt. И Deutsche Börse это основа европейского биржевого также рынка. И в Европе, я бы так сказал, на этом все. Больше у них особо ничего нет. И дальше это регион, который очень интересует, да и, конечно, Азия. Азия у нас подразделяется, я бы так сказал, разделил на две части. У нас есть, с одной стороны, Япония, которая была лидером мирового рынка 20 лет назад. И именно поэтому там, благодаря этому, 20 лет назад это была биржа чуть ли не номер один в мире по торговле. Но, соответственно, после кризиса и депрессии в Японии, то есть, когда после мирового кризиса, когда цены в Японии упали там в два раза. И, соответственно, это было для экономики очень ужасные последствия. И они как раз пошли по пути того, что, я бы так сказал, неактивного печатания денег, и, соответственно, попытка восстановить экономику за счет более жесткой монетарной политики. Но, к сожалению, за счет того, что рядом находился Китай и другие более дешевые точки производства мирового, соответственно, Япония, к сожалению, сейчас там находится в той же непростой ситуации, когда она находилась в те же 20 лет. Хотя сейчас там ситуация чуть-чуть лучше, но экономика стагнирует, к сожалению. Поэтому токийская биржа, будучи достаточно большой и лет 20 назад, и большой истории, одной из основных в регионе, сейчас уже таковой не является. Поэтому я чуть-чуть попозже, то есть я даже не знаю, стоит ли об этом говорить, потому что, да, там торгуются акции японских компаний, но все основные имена, которые вы можете увидеть в Японии, вы их увидите в Нью-Йорке в виде расписок, и вы увидите их в Гонконге в виде расписок. То есть, соответственно, если вы хотите купить что-то японское, вы можете это купить, если вы живете в Азии, вам удобнее это сделать через Гонконг. Если вы живете больше в западном полушарии, то вам это будет удобнее сделать через Нью-Йорк. Поэтому и Токио здесь как-то вот никуда. Но вот такие биржи, как Гонконг и Шанхай, это, конечно, скажем, особенно Гонконг, это является сейчас центром номер один в Азии по торговле и биржевыми инструментами. Я бы так сказал, до 2016 года Гонконг, будучи еще, как это сказать, отдельным государством, без какой-то привязки к Китаю, существовал отдельный, покрывал фактически и рынки срочных инструментов, и АДРы во всем регионе. Начиная с 2014 года Китай проводит активно политику на так называемую интеграцию Гонконга в китайские фондовую инфраструктуру. И, соответственно, уже в 2016 году начинает работать так называемый коридор. А именно, сейчас я вам в двух словах все-таки чуть-чуть неправильно надо было начать с Шанхая, вернусь к Шанхаю. Значит, основной торговой площадкой в Китае является шанхайская фондовая биржа. Она является достаточно молодой, она создана всего лишь в 90-м году. Вы понимаете, что Китай это коммунистическое государство, создана она решением коммунистической партии, то есть, и, соответственно, все там строго. И работа нерезидентов в Китае, она очень тоже строго регламентирована. И до 2014 года нерезиденты не могли покупать акции китайской компании, которые были номинированы в юанях. Именно поэтому на шанхайской бирже обращались два типа акций. Так называемый класс А, и он, соответственно, был номинирован в юанях. И класс Б, это акции, которые были номинированы в долларах США. И вот именно эти акции имели право покупать нерезиденты, их там было всего 50 имитентов. И вот китайцы сказали, ребята, вот вы можете купить это, все остальное свободно селядне. И так это было до 2014 года. В 2014 году это отменили, и в 2016 году создали так называемый коридор клиринговый. Это когда торги в Шанхае, то есть, как говорится, инструментами, которые торгуются в Шанхае, могут торговать брокера из Гонконга. Они, соответственно, на гонконгской бирже через шлюз могут спокойно покупать активы все, что есть в Шанхае. И, соответственно, используя гонконгских брокеров, сейчас активно иностранные инвесторы покупают акции китайских имитентов. И это достаточно очень важный, интересный как бы вещь и последнее время, которое происходит именно там, в Гонконге. В принципе, исходя и это вот, наверное, вся наша так называемая основная мировая биржевая система. Что я еще бы хотел сказать, что существует еще четыре центра достаточно активной биржевой торговли. Это Сан-Пауло, Бразилия, это Москва, Россия, это Бомбей, и это Южная Корея. Эти рынки, они достаточно очень интересны, они динамичны, и, соответственно, активно происходит торговля. То есть, я бы так сказал, в Сан-Пауло покрывает фактически всю, если вы хотите что-то купить в Южной Америке, то вы купите это только в Сан-Пауло. Я бы так сказал, это вот единственные такие ворота в Южную Америку, потому что по-другому вы ничего в Южной Америке не купите напрямую. Я бы даже больше вам скажу, то есть есть также определенные трудности, сопряженные с инвестированиями через Сан-Пауло, это связано с тем, что все активы там продаются за местную валюту, это бразильский реал, который крайне нестабилен и соответственно есть проблемы связанные с конвертацией. Поэтому в основном народ использует так называемый инструмент при инвестировании в Бразилию, либо это в основном долговые рынки, либо покупают АДРы, которые обращаются в Нью-Йорке, либо те компании, если вы хотите более широко взять, народ покупает так называемые ITF. Что такое ITF? ITF это так называемый фонд, который создан специально для следования какому-либо из базового привязанного инструмента. То есть допустим мы создали фонд людей, которые хотят допустим инвестировать в акции, которые составляют индекс той же биржи Сан-Пау, Буареспа. И мы соответственно говорим отлично, вот есть фонд, в котором лежат все эти акции. И мы его можем спокойно вам продать за тот же доллар США. И соответственно понятный вам инструмент, который обращается также на биржи в Нью-Йорке. и вы говорите ну да, вот это тема. И соответственно очень популярный сейчас инструмент ITF. Они позволяют инвестировать не покупая конкретную бумагу, а покупая конкретный индекс, который на какую-то конкретную отрасль, на какую-то конкретную географическую аллокацию. тем самым то есть как бы диверсифицируя наши риски по вложению. Наверное с точки зрения как бы биржевых вещей больше вот так глобально сказать нечего, потому что все остальное это вообще очень мелко и неинтересно. Хотелось бы сказать еще что касается инфраструктуры, как я говорил прежде, вне биржевого рынка, рынка облигаций. Исторически сложилось, как я вам говорил, несмотря на то, что в Нью-Йорке торгуются облигации и в Европе торгуются облигации, но к сожалению на практике облигации с маленькими лотами фактически торговли нет. Стандартный лот, который существует и в основном торгуется, это 200 тысяч долларов минимальный. и вот соответственно эти все торги происходят так называем в небиржевом рынке. В качестве платформы, которая используется информационно для торговли, это 90% участников использует Bloomberg. Что касается клиринга, то в качестве клиринга выступает система так называемая Евроклиер, которая берет на себя все расчеты, связанные с небиржевыми расчетами по облигациям. То есть принцип здесь какой? Мы заключаем сделку, в Bloomberg мы отчитываем эту сделку и соответственно там у нас через два дня мы обязаны в Евроклиере зарезервировать ценные бумаги, а другая сторона, покупатель должен зарезервировать в Евроклиере деньги. Евроклиер видит вот здесь есть бумага, вот здесь есть деньги и видит поручение на клиринг. И соответственно как бы говорит Гуд и в момент когда скажем наступает момент клиринга он осуществляет расчет. Вот есть помимо Евроклиера это так называемая еще система Гольфстрим но она малоиспорима в основном это конечно Евроклиер. инфицирован Наверное что еще Наверное все с точки зрения так скажем всего мирового биржевой торговли как это происходит то есть как это происходит сейчас Наверное я закончил если есть какие-то вопросы с удовольствием готов ответить можно вопрос да конечно вы говорили за фьючерсы и вы говорили что при договоре в данный момент вы оговариваете я так понимаю сумму сразу и количество товара цену цену сумму общую и количество товара а если в чисто гипотетической ситуации что-то случится и товар поменяет свою цену то есть все равно будет по договоренности оплачиваться конечно вы же уже сделку заключили все именно поэтому вы и заключаете эту цену эту сделку с тем что вы тем самым хеджируете риски свои от изменения этой цены понятно спасибо спасибо Сергей давайте может быть отключим демонстр да и ребята вы можете писать вопросы в чат если они у вас есть Сергей на них ответит ну либо включаться и говорить просто если вы хотите задать вопрос вживую то если можно включайте видео так будет как бы удобнее сейчас пока ребята соображают может быть пишут если можно я задам один вопрос конечно пожалуйста расскажите вот каким образом современная вот эта диджитализация да влияет на биржевую торговлю и какие вы видите перспективы что вот кардинально изменится что останется навсегда вот эти вот электронные биржи то есть останутся ли живые эти биржи или все-таки мы все уйдем в онлайн ну я бы так сказал во первых их уже не осталось то есть у нас нет бирж которые торговались бы по старинке нет ну конечно есть это вот лондонская биржа металлов это есть ну пол так называемый пол назывался это в Чикаго там уже нет конечно ничего и в найсе там соответственно ну осталось как это сказать там тоже был так называемый пол когда брокеры бегали внизу и соответственно как бы заключались сделки это все уже в прошлом никто больше этим не занимается и соответственно сейчас мы видим помимо того что мы ушли полностью в электронную систему торгов помимо всего прочего мы еще и уходим так называемую глобализацию сейчас фактически за счет того что вот у нас есть крупнейшие англомерации да то есть это фактически Гонконг это фактически Нью-Йорк и за счет того что Нью-Йорк поглотил половину Европы да сейчас это все связано в единой так скажем платформой что позволяет нам торговать это более эффективнее то есть если раньше ты еще сам занимался тем что выбирал на какой площадке это купить и очень еще кстати была модная тема торговли арбитражной когда на одной площадке можно было купить чуть дешевле а на другой площадке там чуть дороже продать сейчас арбитраж фактически сошел к нулю потому что система автоматически когда ты хочешь что-либо купить она выбирает там грубо говоря у тебя бумага обращается там на трех биржах да и она выбирает уже автоматически где дешевле то есть ты покупаешь там где дешевле проводишь клиринг и у тебя если раньше постановка денег или ценных бумаг в различных биржах там могла занимать там ну три-четыре дня пять дней ну то есть нужно было время чтобы перегнать деньги переставить ценные бумаги и вот именно за счет этого существовал арбитраж сейчас этого уже фактически нету и тенденция к тому что вот больше глобализация конечно видно ли как будет еще что-либо меняться ну мне кажется что наверное нет наверное знаете что уйдут в прошлое так называемые брокеры то есть как сейчас построена система да у нас построена биржа у биржи соответственно есть профессиональные участники да так называемые брокеры которые соответственно напрямую работают с клиентами да то есть все равно существует некий профессиональный посредник который работает с клиентами вот мне кажется в будущем профессиональных посредников станет ну я бы так сказал значительно меньше и они, наверное, вымрут, вот, мне так кажется. Но это будет, наверное, не прямо сейчас, это еще 5-10 лет точно, но должны вымыть, зачем они нужны. Да, то есть искусственный интеллект рулит. Вот еще в чате посмотрите, вопросы задали, что вы какие-то... Давайте я попробую, мне просто-напросто, я не очень, я не очень умею... Я могу вам прочесть, да, вопросы, то есть какие инструменты, какие инструменты стоит рассматривать начинающему инвестору и какие площадки? Давайте так, начинающему инвестору вообще не надо рассматривать инструменты с точки зрения, как бы, да, ну, это самое страшное, когда, точнее, самое страшное, когда домохозяйки идут и приносят последние деньги на биржу и их там оставляют, потому что, я бы так сказал, для того, чтобы принимать решение о том, чего-либо, куда-либо инвестировать свои деньги, вы должны быть специалистом. В противном случае лучше этого не делать. Для этого тогда у вас, вот знаете, есть депозиты, отличная тема, то есть, как говорится, разместил деньги в банк, и у вас есть какая-то стопроцентная гарантия, по крайней мере, а гарантированная государством, то, что вам деньги эти вернут в определенной объеме, а второе, то есть, как бы, у вас есть гарантированный доход. Если же речь идет о том, что вы понимаете то, что денежный депозит, он не покроет уровень инфляции, а это действительно сейчас так, и вы хотите как-то свои деньги сберечь, то я бы пошел бы по пути все-таки, да, то есть, как бы, поиск профессионалов, да, профессиональных фондов, которые занимаются этим и, соответственно, могут что-либо порекомендовать. И еще один момент, который, как бы, наверное, самый простой, первое, это купить, вот если вы понимаете, что вы там лет на 10, на 20, и вам, в общем-то, пофигу, что там будет, то, конечно, лучше всего купить индекс. Индекс – это фактически диверсификация ваших рисков. То есть, они содержат обычно там, вот S&P 500, он содержит 500 акций, причем акций тех компаний, которые являются наиболее крупными. То есть, все компании, которые потихонечку вымирают, они уходят из этого индекса, а приходят новые. Поэтому здесь вы очень серьезно диверсифицируете свои риски, и, соответственно, там на протяжении 10 лет вы точно денег своих не потеряете. То есть, и то, что вы инфляцию точно переграете, ну, я бы так сказал, с вероятностью там 70%. Почему? Потому что, ну, вы можете ошибиться, там, купив на хаях, потом лет 5 ждать, пока вернутся цены. Но на рейнже, там, в 10 лет вы 100% там свои деньги вернете, и инфляцию вы опередите. Да, спасибо. Вот еще такой вопрос. Не знаю, вы, может быть, поймете. Какие возникают налоги при торговле на бирже? Это все зависит. Я понял вопрос. Ответ банально просто. Это зависит исключительно от налогового законодательства страны, где вы осуществляете операцию. Второе – это момент вашего налогового резиденства. Там, где вы являетесь, там, где вы платите налоги. Да, и, соответственно, там, по операциям, предположим, я не знаю, возьмем, там, в США, да, там, не резиденты США, там, не платят, там, налоги по ценам, допустим, бумагам, да. А вот, допустим, на Украине, да, у вас там этот доход облагается налогом. Ну, вот, соответственно, налоговые обязательства у вас возникнут на Украине, но у вас, соответственно, не возникнут налоговые обязательства в США. И еще один вопрос. Какова процедура начала торговли на бирже из Украины? Ну то есть уже чисто практические такие люди уже сидят. Я честно вам могу сказать, я не являюсь экспертом в области украинского права. И поэтому я не могу вам сказать, каким образом граждане Украины или налоговые резиденты Украины имеют право осуществлять операции за рубежом. То есть вопрос вашего законодательства, он очень важен. Я, к сожалению, очень далек от Украины и я вряд ли могу здесь проконсультировать. Ну, Витя, уже я так понимаю, что вы заинтересовались своим рассказом. Люди уже хотят на практике начинать. Не надо на практике начинать. Не надо. Не надо. Лишнее. Я первым, что сказал, то, что как бы это из разряда того, что то, что вы зарабатываете на бирже, это означает, что вы у кого-то, да, закон сохранения как бы массы никто не, как это сказать, не отменял физику. Соответственно, значит, вы у кого-то эти деньги отняли. И давайте так. Профессионалов, которые работают на биржах и работают на рынках, их немного, но, поверьте, они заберут все ваши деньги. То есть, поэтому еще раз, для того, чтобы этим заниматься, ну, послушали лекцию, чуть-чуть подумайте, зачем это прямо сейчас сразу. Нет, надо этот вопрос отнестись совершенно спокойно. И первое, да, интересно. Да, можно, как это сказать, инвестировать. Первым, чем бы я бы занялся, это вопросом, действительно, изучением налоговых последствий. Да, а именно, могу ли я покупать ценные бумаги за рубежом? Отлично, могу. Там, в каком объеме я могу проводить операции? Процедура? Есть ли у меня какие налоговые последствия? Вообще, разрешено ли мне по законодательству Украины инвестировать в денежные средства и переводить денежные средства за рубежом? В каком объеме? То есть, как бы, какие еще раз последствия будут налоговые, если я буду покупать там, там, там? Вот, я бы сначала вот это бы изучил. Очень, кстати, интересная тема. Вот, а уже потом, да, я бы начал думать о том, что, да, наиболее безрисковые вещи, первое, это, конечно, покупка ETF-ов в долгосрочной перспективе. И, соответственно, в дальнейшем это даст мне доход. Но еще раз, с учетом того, что аудитория, которая, как бы, у нас сейчас собралась, она достаточно молода, она так не и будет рассуждать. То есть, как бы, чтобы деньги на сохранение – нет. То есть, такого, к сожалению, ну, не к сожалению, это нормально совершенно, психология 20-30-летнего человека, она совершенно другая. Его задача – заработать. Так вот, молодые люди, если вы хотите заработать, для этого сначала это надо изучить. И, соответственно, поэтому, для того, чтобы эффективно работать, вам придется потратить там 2-3 года для того, чтобы действительно научиться разбираться в этой теме. А что касается, если вы действительно хотите сберечь накопленное, ну, его сначала надо накопить. Поэтому это, я думаю, вам будет актуально там годам к 40, к полтинничку. Вот, тогда да. Сергей, дело в том, что у нас здесь студенты, ну, часть, по крайней мере, студентов, специальности предпринимательства, торговля и биржевая деятельность. То есть, биржевое дело – это как раз, возможно, некоторые из них хотят выбрать своей профессией. Отлично. Поэтому и вопросы связаны с тем, что вот, а как стать профессионалом? Для этого, наверное, надо пойти поработать в брокерские компании, в управляющие компании или в банки. Там есть подразделения, которые занимаются именно операциями на рынках ценных бумаг, на финансовых рынках. То есть, не думаю, что в Украине много банков, которые занимаются операциями именно на фондовых рынках, но валютными операциями и, соответственно, денежные рынки, рынки так называемых свопов и опционов на денежном рынке. Я думаю, что здесь возможностей очень много для совершенствования. И я считаю, что если с учетом того, куда пошли наши коллеги учиться, то, конечно, в банке прямая дорога. Куда же еще? Вот. Получили ответ на вопрос, с чего нужно начинать. Но, в принципе, здесь студенты младших курсов, и для них было очень полезно сейчас послушать вот эту вводную лекцию, чтобы понимать вообще этот рынок. И спасибо за ваш совет, с чего стартовать, с чего начинать. Так, тут есть еще один вопрос, но я потом отдельно этой студенту отвечу, потому что это не совсем по теме нашей встречи. Сегодня все-таки мы говорим о биржах. К сожалению, время наше заканчивается уже. Если можно, мы к вам еще обратимся, потому что сегодня было очень интересно, очень познавательно, и хотелось бы там какие-то интересные лайфхаки услышать. Если можно, еще минутку, какое-то там, не знаю, напутствие для наших студентов или совет, уже может быть не столько с точки зрения человека, который работает в биржевой сфере, а сколько с точки зрения там практика, как вы посоветуете, что делать сейчас студентам, молодым для того, чтобы потом быть, там, не знаю, конкурентоспособными на рынке, специалистами? Я бы так сказал, если у нас там какой курс-то я, как говорится... Ну, мы звали всех, первый, второй, третий, четвертый, то есть это магистры сомневаюсь, но здесь широкая аудитория. Я понял, то есть, ну, я бы так сказал, первый, второй, третий курс, это, соответственно, наслаждаться жизнью, соответственно, тусить и попробовать студенческую жизнь в полном объеме, то есть, как бы, это вот первое напутствие. Второе, соответственно, это, безусловно, учиться, да, то есть, как бы совмещать данные два вопроса. Ну, и вот уже там, начиная третий, четвертый курс, да, безусловно, уже, грубо говоря, в процессе образования, поняв, что вообще интересно, да, ну, выбирать действительно тот сектор, куда бы вы хотели пойти работать, банковский сектор, или там, соответственно, может быть, там гостиничный, то есть все-таки Одесса – это в какой-то степени курортный город, да, и портовый, соответственно, то есть, там, вот, вариантов тут много, да, и выбирать уже, совмещать уже, если первые три курса совмещать тусовку и учебу, то вот как-то так перемещаться в область учебы и работы, то есть, как говорится, наверное, это все. Все, спасибо огромное, на этом мы будем заканчивать, надеемся, что вы еще к нам придете, было очень интересно, я сама села, заслушалась и забыла, что я хотела спросить, даже не записала, спросим в следующий раз. Все, спасибо огромное, до встречи. Спасибо за приглашение, да, до свидания. Да, спасибо, до свидания.